Ну что, вы думали, что меня здесь оказывается нет? Ну вот так вот я умею шутить. Ты на канале Улет на Блоника и перед вами я, Надежда Попкова. И ты, наверное, думаешь, о чем же великом сегодня Надя Попкова будет вещать. И я скажу вам, что сегодня будет самообучающее, самоудивительное, самоинтерактивное видео, которое вы только встречали на моем канале Улет на Блоника. И сегодня я покажу вам 5 способов посрать, как можно эффективно и круто опустошить свой кишечник, не выходя из дома, при этом всегда быть как бы на новой волне. То есть не как обычно все люди сидят и срут, да, у некоторых это получается плохо, хорошо, а как срать каждый раз по-новому, чтобы открывать для себя каждый раз новые границы мироздания, новая граница вечности, новая граница возможности. Ну что, приступим с вами к первому способу. Первый способ, и он самый такой банальный из моих способов, которые я вам буду сегодня показывать, это способ на унитазе. То есть мы берем обычный унитаз, да, но мы садимся не вот так, как обычные люди, и типа срем, а мы делаем по-королевски, как это? Это надо встать вот так вот, по-королевски. Только по-королевски срут короли. Вот так вот надо встать, и только так у вас откроется максимально кишечник, И какашечка пойдет максимально мягко. Но вам нужно обязательно руками опереться от чего-нибудь впереди. И начинаем какать. Надо немножко вот так вот, для движения такие пужинистые. И какать. Понятно, да? Когда какашечка вылазит, нужно немножко пристать, чтобы какашечка, упав туда в унитаз, дала максимальные брызги вашей попке. И тем самым она вас как бы подмыла вашу попку. Ну что, переходим с вами ко второму способу. И переходим с вами ко второму способу, как правильно можно эффективно посрать. Смотрите, этот способ довольно-таки тоже простой и легкий, тоже более человечным. Чтобы его использовать, не надо выходить из ванной и туалетной комнаты. Что нам для этого нужно? Нам нужно залезть в ванную корыту. В ванную корыту. Для этого нам нужно руками будет спуститься из ванны. Да, спуститься, чтобы не замарать руки. Вы сейчас поймёте почему. Чтобы не замарать руки, спуститься над руками из ванны. А в это время ногами упереться в стену. И вот так вот срать. Начинаем. Главное, ножки держать максимально широко. И начинаем срать в ванную. Сру! Я сру! Посрала! Вот, вы посрали, да? Посрали. Теперь можно просто вот так сползти. Вот. Вот так вот. Блядь. Спорилась с стеной. Нормально, заебись. Вот. А там какашки, которые у вас остались, просто смываете. Вот. Это был второй способ посрать. Итак, приступим с вами к третьему способу посрать. Итак, для этого вам нужен стол и кастрюлька, в которую надо будет срать. Для этого нужно залезть на стол. Нужно залезть на стол. Подставить максимально ровно кастрюльку под свою сраку. И начинать срать. Да, вот прямо можете как на горшочек как бы сесть и держаться за седло. Вот это вот, за седло. За седло держаться, чтобы не упасть. И при этом самое главное, ножки нужно выпрямить. Понимаете? Если ножки не выпрямить, у вас говно пойдет очень тяжко. Нужно выпрямить ножки. Вот, надо взять, руками за седло взяться, выпрямить ножки и начать тушиться. О, посрала я, посрала. Пипец, посрала. Хорошо посрала. О, уйдите. И потом все, что вы накакали сюда, поставить на плиту, включить и начать варить. Потому что мы с вами знаем, что кушать говно очень полезно для организма. Вот я кушаю говно каждый день. И поэтому я такая умная, красивая, спокойная и трудолюбивая. Итак, четвертый способ грамотно посрать, это посрать с балкона. Это мой самый любимый способ. Я люблю это делать каждый день. Что нам для этого нужно? Нам нужно будет, конечно, стульчик, чтобы с помощью него сесть на балкон. Вот. Вот так вот мы сделаем. Вот. И нам нужно опереться хорошенечко руками вперед. И, короче, срать прямо на первый этаж. Туда, на это. Душуся! О, говно падает прямо на первый этаж. Ой, говно падает на первый этаж. О, о, говно падает. О, говно падает. О! Вот. Все. Посрали. И закрыли окно, чтобы скрыть все улики, что это говно, которое лежит под окнами всего дома. Это ваше говно. Вот. И пятый способ. Мой самый любимый способ. Это насрать соседям под дверь. Потому что у меня соседи живут яж-матери, которые не умеют воспитывать ни своих детей. Они разрушили семью свою. Они бьют детей, ругают их. И поэтому за это нет ничего постыдного насрать им немножечко под дверь. О, а теперь бежим. Короче, мы насрали под дверь яж-матери очередной. Так лучше делать, конечно, по ночам Потому что днем, видите, это очень опасное дело Но по ночам у меня всегда Это получается делать лучше всего Просто профит Так, что? Сука, я в говно Сейчас упал Я в говно Ладно